Как наладить взаимодействие между малым и крупным бизнесом? Возможно ли подобная кооперация в современных условиях? Как повысить конкурентноспособность предприятий и региона в целом? Ответы на эти и другие вопросы искали участники пленарных дискуссий и круглых столов, которые прошли на площадках международного инвестиционного форума в Сочи. Участие в обсуждении приняла и делегация из Чувашии. Казалось бы, чего проще? Большое предприятие покупает у небольшой компании комплектующие или детали, необходимые для выпуска сложных изделий. И крупному бизнесу хорошо, и малое предпринимательство чувствует себя уверенно. Однако на практике успешная кооперация встречается крайне редко. И причины называются самые разные. Предприниматели жалуются, что большие заказчики навязывают им неприемлемые условия и требуют снижения цены даже ниже договорной. У крупного бизнеса свои претензии. Продукция не соответствует заявленному 39%. Ненадежность поставок 29%. Трудность поиска подходящего партнера 17%. И высокие цены по сравнению с собственным производством 16%. Между тем, в условиях санкций российским производителям приходится отказываться от зарубежных поставщиков и искать новых на родине. Поэтому на малый бизнес, как на наиболее мобильный сектор, смотрят с надеждой, поскольку речь идет о сохранении доли России в мировой экономике. В прошлом году большая двадцатка в Брисбане установила амбициозную задачу повысить темпы мировой экономики на 2% по сравнению с существующей траекторией. А сейчас средние мировые темпы как раз 3-4%. То стало быть, если вдруг другие страны выполнят эту задачу, то нам надо не 3-4, а 4-5 хотя бы процентов в год, чтобы удерживать свою долю. И действительно на малый и средний бизнес тут ложится особая нагрузка, поскольку по многим оценкам, и даже не оценкам, а по факту во многих странах, мы видим, что малый бизнес обладает целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с крупными компаниями. Высокая адаптивность, гибкость и так далее, и так далее. Но нам самое главное в нашей стране действительно не... Чтобы реализованы были эти потенциальные конкурентные преимущества, надо создать благоприятную среду для того, чтобы малый бизнес чувствовался комфортным. Большое внимание было уделено обсуждению роли и задач федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Напомним, указом президента страны она образована в июне на базе агентства кредитных гарантий. Говорили и о совершенствовании законодательной базы, и о закреплении понятий инновация, и о консолидации мер государственной поддержки. По мнению участников разговора, именно в таких спорах рождаются истины. Основная задача для нас, это первое, это почувствовать новое веяние в политике, в экономике с первых уст. И второе, решить с этими влиятельными людьми, с министрами, компаниями крупными, проблемами региона, проблемами нашего региона, нашей республики, которыми мы успешно справляемся.